Что такое испарение воды? Все, что я представляю? Ага. А какой процесс обратно испарения? Конденсация. Конденсация. Переход по воду опять в жидкое состояние из воздушного. Давайте посмотрим, какие здесь законы работают. Так. Ну, во-первых, температура любого тела зависит от скорости движения молитв. Чем быстрее двигаются молитвы, тем выше температура. У нас есть стакан с водой. Мы взяли термометр и помилили, плюс 20. Великий физик XVI века Матсвак задался вот каким вопросом. А что же получается, что абсолютно все молитвы воды в одном стакане летают с одинаковой скоростью? Как это так может быть? Какая сила равняла все скорости? Нет, это только в изиальной воде. Знаешь, даже в изиальной воде все равно такого не было. Знаешь, ты Максон предложил вот такую модель. Моделька совершенно сказочная. Берем, ставим в середине стакана стенку. В стенке делаем две калитки. Открыли две калитки. А у калиток стоят охранники. Максвелл их назвал демонами. Знаменитые демоны Максвелла. Верхний демон. Пропускает слева направо, только слева направо, и только самое медленное молекуло. А нижний демон пропускает справа налево, только самое быстрое молекуло. Скажите, пожалуйста, через некоторое время, что с этим стаканом произойдет? В одной части он замерзан, а в другой испарится. Именно, да. Не испарится, а закипит. Закипит. Мы не студим стакан, не нагреваем его, а мы просто делим молекулы по скорости движения. И оказывается, что вот здесь, где собираются медленные молекулы, температура упадет ниже нуля. А вот здесь, где собираются быстрые молекулы, повысится выше. Дело в том, что когда мы на градуснике видим плюс 20, это что за значение? Это средняя. Средняя. Конечно, средняя энергия. Если мы берем энергию всех молекул сложим и поделим на их количество, мы получим такое значение. А вообще-то здесь есть молекулы с энергией, которая соответствует плюс 300 градусов и минус 100 градусов. Такие тоже нужно найти. Молекулы с совершенно разной энергией вот здесь находятся. Вот теперь каково испарение. Плюс 100 градусов. Смотрим. Вода, воздух. Вода из депуляции сюда. Депуляции притягиваются друг к другу. Да, они отдают. Да, да, да. А теперь... Энергия движения у всех депуля одинаковая или нет? Исходя из модели Максвелла. Разная. Как по вашему? В какой молекуле легче оторваться от соседей? Вот легче порвать в плодородную сферу и выскочить вот сюда. Так, которая быстрее. Да, которая быстрее. То есть, с самой быстрой молекулой начинает вот так выскакивать. Как это скажется на общей средней энергией воды? Что с температурой воды будет? Понимаете. Ага. Первое, совершенно важнейшее для луги правило. При испарении воды, что с температурой? Она отражается. Когда живому организму угрожает перегрев, у него есть одна единственная возможность не умреть. Что он должен сделать? Испаривать. Испарить воду. Мы с вами начинаем потеть. Растения открываются, выделяют воду, опять спасаются от перегрева и так далее. Хорошо. Так что при испарении воды температура всегда падает. А теперь, а что произойдет, если молекула, летящая в воздухе, врезается в воду, и то, что она врезалась, она толкнет вот этого друга. Да. Что будет с энергией этого друга? Повысится. Повысится. Следующая врезалась, толкнула вот этого, следующая врезалась, толкнула вот этого. Как конденсация влияет на среднюю температуру? Получается. Итак, при испарении воды температура падает, при конденсации температура повышается. Продолжение следует.